Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Кристина Сидникова. Сегодня в выпуске. Каким будет новый сквер на Междуречье? Первую встречу с властями провели активисты микрорайона и народные наблюдатели. МАК-2024. Итоги первого этапа оперативно-профилактической операции подвела полиция Приморья. Голубые береты День ВДВ отметили в округе. Пасмурная погода, солнца в первые дни августа на небе будет мало, сообщают синоптики. На Кубок главы округа новые звезды футбола рождаются в Уссурийске. Каким будет новый сквер на Междуречье? Первую встречу с властями провели активисты микрорайона и народные наблюдатели. Напомним, во время недавнего проезда главы округа общественники обратились к Евгению Коржу с просьбой реанимировать зону отдыха на Кушнера, которая вот уже много лет приходит в запустение. И дело пошло. Сцена, игровые площадки, роллер-дром, скейт-парк или фонтан. Начинку нового сквера обсуждают активисты Междуреча в администрации города. Тот случай, когда общественность объединилась для общей цели – оживить огромную территорию для отдыха на Кушнера. Допустим, 50% человек говорят, что нужна дорожка. 70% из жильцов говорят, что нам нужен скейт-парк. Третьи говорят, да, и мы уже из большинства будем понимать, что люди хотят. А уже какая будет спортивная площадка и так далее, мы уже, конечно же, вот опять же собираемся костяком и садимся и разговариваем. Сквер в периметре пяти домов по Кушнера и Ушакова сейчас выглядит запущенным. Некоторые зоны жители приводили в порядок по муниципальным программам. Но это капля в море. В море неухоженной зелени, среди разбитых дорожек и старых горок. Мы друг друга все знаем, мы знаем, мы вместе проводим досуг на наших площадках. Но те площадки уже им по 30 лет, которые железные, которые уже непригодные, это и по технике безопасности не подходит для детей. Есть даже огороды на муниципальной земле. И еще много уголков, которые требуют объединения в один участок, чтобы браться за него с умом и тратить серьезные деньги. Для этого необходимо внести изменения в проект планировки, а значит жителям передать в муниципалитет придомовое пространство, которое не используется. У вас есть вот пять домов, да, они на данный, к октябрю уже должны отказаться от какой-то части территории, чтобы проектировщик ее сразу взял, ну и как бы начал зарисовывать, да, формировать новый участок. До всех донести, что вот, ребят, вот этот кусок земли мы отдаем для того, чтобы уже заходить на проект сквера. Если мы с вами совместно быстро это все сделаем, грады нам поможет все образовать, все поставить, все передать, ну, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Первые шаги такие. Домкомам провести собрание, все рассказать, выслушать пожелания по наполнению сквера и даже провести анкетирование. Все же домов вокруг много и нужно закрыть потребности жителей по максимуму. Мы также подключаемся к анкете, мы вам в помощь подключаем домком, спрашиваем, рассказываем, чтобы люди были готовы. Прямо в ближайшие дни, может быть, даже выходной день, там нам анкетирование надо делать и проводить заочно-очное голосование людей каждого. Каждого мы будем выслушивать обязательно. Если жители периметра будущего оазиса договорятся быстро и все оформят, то проектировщики градостроительства без потери времени сформируют участок. Затем управление жизнеобеспечения найдет деньги, зная потребности и площадь, а управление городскими парками примется за реализацию. Такой план, но он целиком зависит от решения самих жильцов. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Телемикс. Двухэтажку на Ленинградской 25 крушит техника. Дом сносят по программе переселения из аварийного жилья. В этом году в округе запланировано разобрать почти полсотни ветких зданий. Где еще пройдут работу, смотрите в сюжете. Эта двухэтажка своим состоянием давно вызывала нарекания у жителей. Теперь здание, кромсай, техника, дом определили под снос. К работе подрядчик приступил несколько дней назад. Очень много мусора внутри пооставалось от жителей. Поэтому снос здания происходит. Сначала зачищаем весь мусор, который остался после жильцов. Потом разбираем по возможности полы, потом крышу и потом уже пригоняем большую технику, сносим уже здание. Жители двухэтажки давно переселились в новые квартиры. Работы по сносу строителей планируют закончить к сентябрю. Земельный участок останется собственностью городской администрации. Этот дом один из многих, который мы расселили в рамках действующей программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В этом году мы запланировали к сносу 49 домов. На них уже половина готова, правительственная документация. А оставшаяся половина уже на подходе. В начале августа мы будем иметь на руках необходимые документы. Сносить ветхие здания будут по всей территории Уссурийска. Подобная участь постигнет и несколько домов в воздвиженке. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Заниматься спортом, не отходя от дома. Теперь могут жители многоэтажек на Краснознаменной 149 и Ленинградской 45Б. В распоряжении ребятнием появились новые игровые зоны. Облагородить территорию стало возможным благодаря губернаторским и муниципальным программам. Диана Мазур с подробностями. На новой детской площадке вовсю резвится репетня. Специальная комиссия и представители администрации округа приехали осмотреть, как подрядчики справились с работой по возведению игровой зоны на улице Краснознаменной 149. Помимо благоустройства территории, здесь подрядчики установили спортивное сооружение российского производства. Это мы представители компании «Романа», город Чебоксара, российский бренд, который уже 20 лет на рынке, и мы как 7 лет представляем его в Приморском крае. Комиссия труд специалистов оценила наудовлетворительно. Работы проводились в несколько этапов. Сначала утрамбовали и выровняли основание площадки щебнем и песком. Затем установили бордюры, ограждение и устелили в шахматном порядке противотравмирующее покрытие, которое, по словам подрядчика, способно выдержать большое количество влаги. Площадка даже в дождях, она никуда не уходит. Если, конечно, не будет механических повреждений антивандальными средствами, конечно, срок службы у нее, в частности, срок службы составляет 10 лет. Если ее правильно эксплуатировать, не будут ковыряться, ходить в каблуках и так далее. Следующий пункт назначения – игровая площадка на Ленинградской 45Б. Специальная комиссия приехала сюда повторно и проверила, устранил ли подрядчик замечания от жителей дома. На территории есть качели, горка и воркаут-комплекс. Однако при транспортировке немного повредились спортивные конструкции. Специалисты отшлифовали царапины и закрасили испорченные участки. Детскую площадку на Ленинградской 45Б возвели совсем недавно. Однако вандалы уже успели принести мелкий ущерб на территории игрового комплекса. Например, выкрутили винты с ограждений и расписали маркером спортивные конструкции. Почему дети взрослые на детскую площадку попадают, ведут себя весьма непристойно, ломают созданное оборудование. Хотелось бы обратиться к родителям с просьбой такой заняться небольшим воспитанием, проконсультировать, скажем так, не наносить ущерб дворовому хозяйству, детским площадкам, городскому хозяйству. Напомним, благоустройство придомовых территорий в округе возможны благодаря нескольким программам – «Тысяча дворов» и «Сто дворов Уссурийска». В перечень обновлений входит не только укладка асфальта, установка лавочек и урн, но также обустройство детских площадок и создание зеленых зон. Диана Мазур, Роман Адонин, Тельмикс. Итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «МАК-2024» подвела полиция Приморья. Стражи порядка уничтожили более 4000 кустов мака и конопли. Из незаконного оборота изъяли свыше двух килограммов травяных наркотиков. Плантацию каннабиса на одном из дачных участков садового товарищества обнаружили полицейские в Приморье. Сотрудники в погонах изъяли у хозяина территории более 1000 кустов конопли. К тому же стражи порядка задержали еще одного жителя края, у которого конфисковали почти 800 граммов марихуаны. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Горе-плантаторам грозит лишение свободы и большой штраф. На территории Приморского края завершился первый этап межведомственного комплексного оперативно-профилактического мероприятия «МАК». Сотрудники полиции обнаружили 31 незаконно выращенный посев наркосодержащих растений. Из них 28 посевов конопли и 3 опийного мака. Также было изъято свыше 4000 саженцев каннабиса. В ходе проведения первого этапа операции «МАК-2024» полицейские обнаружили почти 40 очагов дикорастущей конопли на общей площади в 10 гектаров. Всего с начала года на территории Приморского края уничтожено свыше 24,5 гектаров дикорастущих растений маньчжурской конопли. Из незаконного оборота выведено без малого 3 килограмма наркотических средств растительного происхождения, марихуаны, гашишного масла и героина. Оперативно-профилактическая операция «МАК-2024» продолжается. Сотрудники полиции обращаются к населению с просьбой предоставить информацию о фактах незаконного выращивания запретных культур. А также о лицах, причастных к распространению наркотиков. День ВДВ отметили в Уссурийске. На торжество собрались все причастные в Барановском гарнизоне. Для гостей из десантники постарались приготовили праздничные сюрпризы как на земле, так и в небе. Какие смотрите в сюжете. Гарнизон 83-й бригады в торжественном строю. День рождения отмечает крылатая пехота. История элиты вооруженных сил России началась 94 года назад. Парашютисты и сегодня показывают высокий уровень подготовки. В зоне специальной военной операции десантники выполняют боевые задачи на самых ответственных рубежах. От себя лично, от правительства Приморского края, от своих однополчан я хочу пожелать вам всего самого хорошего. Я хочу, чтобы количество взлетов равнялись количеству удачных приземлений. И количество боевых выходов равнялись количеству удачных возвращений. Спасибо вам огромное за слуху. Уже много лет десантники являются примером отважного служения Родине. Слава голубых билетов известна во всем мире. Главным сюрпризом праздника стали прыжки. Группа парашютистов показала высокий класс мастерскими приземлениями. Не подкачали и гости праздника. Мальчишки и девчонки клуба «Боец» показали, что уже растет десантникам достойная смена. Эффектно и четко дефилировали карабинеры. С грохотом и стрельбой били кирпичи доски бойцы-рукопашники. Ну и какой же праздник без музыки перед гостями и военнослужащими выступил оркестр бригады. К поздравлениям крылатой пехоты с днем воздушно-десантных войск присоединяются Евгений Михайлов, Игорь Антонов и весь телемикс. Ну и по сложившейся традиции на улицах города сегодня повсеместно можно было встретить машины, которые были украшены флагами ВДВ. Как известно, бывших десантников не бывает. Потому сослуживцы в полосатых тельняшках и голубых беретах собирались в парках и на площади. Катались по уссурийску на машинах, отмечая себя громкими сигналами авто. А вот обычаи купаться в этот день в фонтанах соблюсти не удалось. Уже несколько лет подряд водные чаши городам в конце июля, в начале августа проходят плановую очистку и текущий ремонт. Солнца в первые дни августа на небе будет мало, сообщают синоптики. Пасмурная погода установится в уссурийске. Однако осадков ожидать не стоит. В субботу в течение всего дня хмуро, но не жарко. Воздух прогреется до 23 градусов, атмосферное давление в норме, а влажность достигнет максимального значения. Ночью станет прохладнее, до 18 выше нуля. В воскресенье условия не поменяются. Также пасмурное, однако без дождей. Ветер южный, умеренный в целом, по Приморью выходные. Под влиянием циклона во многих районах пройдут осадки разной интенсивности. 4 августа атмосферный фронт покинет край. На небе выглянет солнце и до 20 тепла на столбиках термометра. 110 лет отмечается со дня трагической даты. 1 августа 1914 Германия объявила России войну, которая в итоге стала Первой мировой. Как встретили плохую весть Никольскую Сурицы о настроениях в обществе во время страшных испытаний, а также о братьях наших меньших, участниках сражений наравне с людьми. Сюжете Евгения Михайлова. О тех трагических событиях в музее Уссурийска сегодня напоминает немногое. 1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. В многолетний конфликт оказались вовлечены 38 государств и две трети населения земного шара. Призыв собираться в поход за веру, царя и отечество докатился и до дальневосточных окраин империи. 1914 год для нашего города был крайне неудачным. Год был очень дождливый, и поэтому город постоянно терзали наводнения. В связи с этим погибло очень большое количество урожая. Это вызвало как роду социальный взрыв. Мы знаем, что население нашего города в 1914 году составляло чуть более 30 тысяч человек. К концу года оно уменьшилось практически на 5 тысяч человек. То есть это говорит о том, что практически 5 тысяч человек либо было призвано, либо куда-то уехали. Известно, что Российская империя к затяжной войне оказалась не готова. Воспоминания современников передают атмосферу отчаяния на фронте и в тылу. Радость первых побед сменилась горечью поражений и потерь. Войскам на передовой остро не хватало не только вооружения, но и элементарной амуниции. Тяжелая ситуация на фронте, в частности с нехваткой обмундирования, призывала принять срочные меры. И потому в отдельных частях вместо традиционной обуви кожаных сапог солдаты носили обычные русские лапти. В сражениях сошлись не только люди, но и животные. Сотни тысяч лошадей, собак и птиц. Голуби с фотокамерами стали в той войне беспилотниками и почтальонами. Оставалась незаменимой кавалерия и гужевой транспорт. Эвакуации, поиск раненых, разведка, связь, охрана выпали на долю собак. Военная служба последних отмечалась необходимостью следовать предписаниям кинологов. Собак многие, не прислушиваясь к мнению инструкторов, кормили со стола, скажем, пищевыми отходами. Там очень много соли, очень много специй, и это очень сильно отражается на здоровье собаки. Ну, это отражается на чутье. Соответственно, собаки теряли чутье. А люди в окопах все более утрачивали веру в войну до победного конца, отношение к которой в тылу было также неоднородным. Поэт-футурист Игорь Северянин писал о той части общества, которая продолжала жить, словно никакой трагедии вовсе не происходило. Еще не значит быть изменником, быть радостным и молодым, не причиняя боли пленникам и не спеша в шарапнельный дым, ходить в театр, в кинематографы, писать стихи, купить трюмо и много нежного и доброго вложить к любимому в письмо. На что неравнодушные к трагическим событиям войны и миллионным жертвам современники отвечали стихотворением другого знаменитого русского поэта Владимира Маяковского. Вам, проживающим за Оргий Оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно, а представленных Георгию вычитывайте столбцов газет. Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как, может быть, сейчас бомба и ноги выдрала у Петрова поручика. В 2012 году, 1 августа, официально установлен Днем памяти погибших российских воинов в Первой мировой. 16 сентября в музее Уссурийска пройдет лекция. Приглашаются все неравнодушные к истории тех трагических событий. Начало в 15.00. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Новые звезды футбола рождаются в Уссурийске. Данил Симаков, юный спортсмен, 16 лет. Лидер дворовой команды Киранжа Медиам, которая уже на протяжении трех лет участвует в матчах за Кубок главы округа Евгения Коржа. На карьеру у парня большие планы. Об этом и о том, как проходят игры в рамках ежегодных соревнований, расскажем в нашем сюжете. Начало игры и пока мимо ворот. Начинающая звездочка футбола Даниил Симаков занимается этим видом спорта с детства. Сначала было просто увлечением для поддержания формы и для удовольствия. Но со временем переросло в мечту стать тренером. Несколько лет парень участвовал в сборах при Дальневосточной академии физической культуры во Владивостоке, что дало безусловно бесценный опыт. Сейчас Даниил окончил девятый класс и планирует после одиннадцатого получать высшее образование, дабы исполнить свою мечту. Ну а сегодня его команда Керенджа Медиа сражается за Кубок главы округа по мини-футболу среди дворовых команд. Первый сезон выиграли, второй сезон заняли второе место. Ну вот, третий сезон, заявились по старшей группе. Чуть не повезло. За матч выход из группы проиграли. На поле Керенджа Медиа сошлись в поединке с также довольно опытными спортсменами из Скифа, который представляет село Воздвиженку. Победы на счету есть у обеих команд, и в этот раз борьба за мяч была нешуточной. В турнире по мини-футболу на призы главы округа Евгения Коржа участвуют 48 команд. Все играют согласно расписанию по возрастным группам. Самая многочисленная из них – это спортсмены от 16 до 40 лет. Не прошла без нарушения правил игра Скифа и Керенджи Медиа, за что последним был присужден штрафной удар. В этом матче победу одержали воздвиженцы со счетом 2-1. Но турнир продолжается. Так что свои знания и навыки в футболе еще предстоит продемонстрировать. Отметим, что команды встречаются на поле городского стадиона каждую неделю с понедельника по четверг в 19.00. Так что, если вы находитесь в раздумьях, как провести вечер, приходите поболеть за наших футболистов.